Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Солгараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Греют сердцем. Хорошее отношение. Греет. Конечно. А почему нет? Тем, кто на улице живет, это просто необходимо. Как Казань отогревается в зимнюю стужу? Динара Камалова. В Казанском исполкоме заговорили о повышении стоимости проезда. Наверное, встанет вопрос о повышении. Зарплаты нужно повышать, а не поднимать за проезд. С ними вместе рубли посчитала Альбина Менебаева. Долгожданное заселение. Кухня 15 квадратных метров. Когда сдадут остальные дома жилого комплекса Салават Купере Анна Городнова? Трудный путь к льготам. Мы получали фактически два с половиной месяца кредит. Много документов. Почему предпринимателям непросто получить поддержку и ждать ли упрощения системы? Лена Зинатольевна. Двигаться, двигаться и еще раз двигаться в республике замерзли более трех десятков татарстанцев. Их с обморожением доставили к врачам. И это только за последнюю неделю января. В группе риска люди, работающие на открытом воздухе, граждане без места жительства и алкоголики. Почему минус 16 тянет на все 26 Динара Камалова? Ребята, ребят, давайте не будем сегодня. Еще час на морозе и трагедии не избежать, говорят врачи. 70-летний нижнекамец ушел на прогулку днем и не вернулся. Семья забила тревогу. Дедушку волонтеры нашли в парке города. Он лежал в сугробе с явными признаками переохлаждения. Этот случай стал подтверждением статистики, говорят врачи. Так, в больницы с обморожением чаще попадают мужчины. И в минус, как правило, их губит зеленый змей. Только за эту неделю в скорую обратились 36 человек. Трое из них госпитализированы. Среди 36 обратившихся только три женщины. В возрасте от 30 до 65 лет. Чаще всего находящиеся на улице и в состоянии алкогольного опьянения. Пить не просто можно, но даже нужно, считают казанцы. На помощь многим приходит крепкий чай. Так на какие еще хитрости идут горожане, чтобы удержать тепло? Я пью горячий чай. Треугольники обязательно горячие из дома. И шоколад. Ухаживающая косметика, которая поможет лицо сохранять свежим от мороза защитит. Кукмарские вальки, по себе шуба, шапка и шарф. Специалисты советуют перед тем, как выйти из дома, серьезно утеплиться. Ведь даже если столбики термометров показывают, как сегодня минус 16, то по ощущениям все минус 24. И этому есть научное объяснение. Учитывать не только температуру, но и влажность, и скорость ветра. Убавляет эту температуру еще примерно почти на 2 градуса. Александру Савченко помогает согреться горячий обед. В небольшой сквер на Тукая бездомный мужчина приходит почти каждый день. Зимой сюда приезжает так называемая кухня на колесах. Для многих ее завсегдаток. В зимнюю стужу ложка горячего бульона. Единственный шанс на жизнь. Хорошее отношение. Греет. Конечно. А почему нет? Те, кто на улице живет, это просто необходимо. Очень холодно. Мы думаем, что это очень актуально в это время года. Что хоть как-то мы пытаемся скрасить их тяжелые будни. Сегодня обед привезли от благотворительного фонда ЯРД. Организаторы верят, добрые дела растопят любой лед и согреют даже саму лютую стужу. Динара Камаландерсен, Тальцев, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Химикаты на берегу Казанки, тонны снега с реагентами, обнаружили экологи на береговой линии. Оказалось, сюда свезли снег, убранный с городских дорог, и оставили его до весны, пока сугробы не растопят солнце. Хотя сегодня в Казани шесть снегоплавильных пунктов, но ни один из 20 камазов сюда так и не доехал. Чем их пугает работа по закону Рамиль Шайдулин? Вы даже сами можете увидеть, что это снег с улиц города. Тонны серого снега словно из ниоткуда. На эту бурую массу Рамиль Мухаммедшин наткнулся на прошлой неделе. И теперь некогда любимое побережье его пугает, кто знает, чем пропитаны сугробы. За все время, сколько я здесь отдыхаю, а здесь я бываю частенько, не первый год, это первый случай. А для экологов уже 25-й. Столько свалок только с начала года было найдено в Казани и Зеленодольском районе. Грязный снег уборщики везут туда, где почище. Хотя только в Казани есть шесть снегоплавильных пунктов, но это стоит денег. Стоимость выгрузки самосвалов для коммерческих структур определяется тарифом, установленным обслуживающей организацией МУП «Водоканал» в рамках заключаемого с организацией договора. Чтобы не платить, уборщики не прочь валить сугробы даже в людных местах. На днях след реагентов вывел экологов на Крутовскую улицу, где 20 камазистов так и не сознались, кто их направил портить экологию. С такими будут работать следователи. Грязный снег в метрах от Казанки. Если приглядеться, то сугробы свозили прямо к берегу. Начи они таясь, то реагенты потекут прямо в реку. Визуально снег грязный, он явно с уборки улиц нашего города. Дополнительно мы отобрали пробы снега для определения общего химического анализа и определения токсичности или нетоксичности данного снега. Те, кто из-за денег наплевал на природу, будут оштрафованы. По словам экологов, нарушитель заплатит от 1 до 200 тысяч рублей в зависимости от размеров компании и степени урона. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. И снова о стоимости проезда не прошло. И пяти лет, как в Казани, заговорили о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте. Сегодня столичный комитет исполкома сообщил о возможном пересмотре цен. Последний раз рубли добавили в марте 2016-го. Что так торопит транспортников, узнаем у Альбины Минебаевой. Год, полтора-два, как экономика сложится, так и мы сумеем уложиться в данный тариф. 25 рублей за билет в автобусе, трамвай и метро. В марте этому тарифу исполнилось бы два года, но терпения Казанскому исполкому не хватило. Заговорили о новом повышении. В 2016-м перевозчики наставили на 28 рублях, но комитет по тарифам утвердил 25. Транспортники решили. В 2018-м настало время реванша. Перевозчики будут обращаться, доказывать, составлять тарифные дела, доказывать. И в случае, если действительно экономика при этих тарифах не складывается, наверное, встанет вопрос о повышении. Людям-то трудно будет просто больше платить. Никогда 25 нормально. На пересмотр тарифа скептично относятся даже водители автобусов Казань в тройках городов ПФО, где самые дорогие билеты на общественный транспорт. Опережать настолько Нижний Новгород, казанская семья с двумя детьми без автомобиля, в день тратит 400 рублей только на транспорт. Это с действующим тарифом. Сейчас поездка на казанском автобусе. За наличие обходится в 25 рублей, по транспортной карте в 23. Казанцы говорят, и так дорого, а если будет повышение, то в их бюджете пробьется брешь. У меня два студента, два ребенка. У них каждый день по 4-6 транспорта. Каждый день. Не стоит ни в какую. Потому что и так денег мало. Куда больше тысячи. Перевозчики уже дали газу, чтобы пересмотреть существующий тариф в прошлом году. И уже в этом они обратились в исполком с просьбой добавить рубли в стоимость проезда. По словам некоторых водителей, большая часть пассажирских денег уходит под капот. Процент их 70. На обшиву, а сколько сошлось? Запчасти же дорогая, машину за ним прокачивать. С инициативой перевозчики, пока до Госкомитета по тарифам не доехали, в ведомстве тишина. В настоящее время Госкомитет не обладает сведениями о намерениях заказчика и перевозчиков по пересмотру действующих тарифов. 2011-й, потом 16-й интервал повышений. 5 лет. Что сейчас так торопит перевозчиков? Пассажиры замерли в ожидании. Альбина Менебаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Стать звездой обязанной Госдума приняла закон о присвоении звезд гостиницам, пляжам и горнолыжным курортам. Ранее это было добровольно. Хозяев посуточного жилья и хостелов это не беспокоит. Они уверены, в период Чемпионата мира по футболу их комнаты займут туристы. Ударят ли звезды по кошельку гостей республики, расскажет Алина Бережная. Гульшат Замалиева готовится встречать туристов. Сдает на сутки двухкомнатную квартиру за полторы тысячи рублей. Для нее это хорошая прибавка к пенсии. Поднимать цену планируют летом, к Чемпионату мира по футболу. Поднять бы как бы в три раза, так как цены на недвижимость растут, естественно. Ну и нам, чтобы доход был хороший. Людей будет много, поток будет большой. Будем ждать. Студии однушки, двушки, трешки. Сайты аренды недвижимости пестрят объявлениями. За сутки ценник от одной до двух тысяч рублей. Но зачастую красивые фотографии апартаментов не соответствуют действительности. А значит, велика вероятность купить кота в мешке. Да и деятельность такого бизнеса никто не контролирует. Альтернатива квартирам по суточной гостинице. Здесь и накормят, и постель заправят, и в номере приберут. И все как минимум за три тысячи рублей. Накручивает ценник и звездность. Чем выше статус, тем дороже номера. Номер категории Junior Suite за пять тысяч рублей. Здесь большая двуспальная кровать, два кресла, тумбочка, телевизор и есть мини-бар. Также в пять тысяч включены завтраки и посещение фитнес-центра. Правда, в период проведения чемпионата мира по футболу все те же самые услуги будут стоить в три раза больше. С лета следующего года все гостиницы страны будут под контролем специального органа. В Госдуме принят закон о присвоении звезд отелям, которые пройдут аккредитацию. Он будет действовать три года с даты принятия решения. Все в целом направлено на повышение качества, на то, чтобы потребителям, отдыхающим было удобнее, дешевле где-то, наверное, и безопаснее проводить свой отдых. Основная политика точно у отелей не растет. Это, как бы я тут говорю, за наши отели. Повысить качество и понизить цены – вот основная задача нового закона. Однако, как показывает практика, в преддверии крупных мероприятий ательеры завышают ценник. Эффективность нового закона же можно будет оценить уже в следующем году. Алина Бережная, Рина Цафина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань. Туристов в Казани начнут водить по кладбищам. По примеру, Москвы развивать будут некропольный туризм. Экскурсии к могилам известных личностей – сыну Сталина, Арбузова, Лобачевского, Шамова и других. Разработают туристический маршрут по местам Высоцкого, а двухэтажные автобусы пойдут и к Казань-арене. В прошлом году столицу посетили 2 миллиона 750 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем год назад. При этом глава комитета сетует, что в новогодние праздники скудно украшенная Казань гостей не особо и привлекла. Если вечером они куда-то шли, то им не хватало для эффектности фотографий, или для того, чтобы еще больше эмоций получить от нашего города новогодней иллюминации. Заморозка стройки, смена подрядчика и поиск денег. Сегодня в жилом комплексе Салават Куперы Казани сдали один из долгостроев, который через все это прошел. Заселяют 12-й квартал по улице Нуриханов-Аттаха. Это 102 квартиры. Жильцами стали работники бюджетной сферы и врачи-получатели гранта. Какие дома еще остаются проблемными и когда ждать заселения? Анна Городнова. Мечта любой хозяйки. Отдельная кухня, 15 квадратов, 17 гостиной и спальни по 14. Трехкомнатная квартира, просторная и светлая. Семья Мухамедьяновых ютила с двумя детьми у родителей. Теперь у них свое жилье. Три года назад встали в очередь по программе социальной ипотеки. Приехали сначала, посмотрели все эти дома, планировки изучили на сайте ГЖФ и попали в конкурс. Здесь будет моя комната. Первоклассник Дамир уже придумал, куда поставить свой письменный стол, кровать и игрушки. Но переедет сюда семья ближе к лету, когда мальчика переведут в новую школу. Пока ее еще строят. Ждет место в детском саду и полуторагодовалая Алина. С трех лет, наверное, пойдет. Сюда? Ну, сюда, надеюсь, да? Садики вон. Кредит по социопотеке семье рассчитали на 22 года, под 7% годовых. Мухамедьяновы бюджетники. Глава семьи работает на Казанье оргсинтезе, а Розов госалкоголь инспекции. Планируют рассчитаться раньше. Часть погасит средствами мат-капитала. Этот дом 12-2 планировали сдать еще два года назад. Из-за проблем с финансированием стройка просто встала на несколько месяцев. В итоге пришлось сменить подрядчика. И вот новоселами стали 102 семьи. До конца года планируется сдать шесть домов в первой очереди. В 12-м квартале два дома. 12-3 и 12-4. Сейчас там проводится устранение замечаний после промежуточной проверки инспекции госстроенадзора. В 10-м квартале это дом 10-3. 11-й квартал, он за моей спиной. Один из проблем на долгострою. В дом 11-3 планировали сдать еще в июне 2016-го. Но сроки уже несколько раз переносили. На сентябрь 2017-го, потом на декабрь. Но дом так еще не сдан. В трех домах 11-го квартала сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Строят и вторую очередь салаватку пюре. Это еще 10 домов и почти 3000 квартир. Анна Городнова, Марат Саидгораев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Трудный путь к льготам. Мы получали фактически два с половиной месяца. Тредит, много документов. Почему предпринимателям непросто получить поддержку и ждать ли упрощения системы? Лена Зинатольевна. Золотой нитью имя президента. Основная часть называлась Курси или Трон. Что же изображает тугра Владимира Путина в нашем репортаже? С будущими лидерами России встретился сегодня Рустам Миниханов. Это победители конкурса с одноименным названием. В этом году на участие заявились 200 тысяч человек со всей страны, 4,5 тысячи татарстанцев. Но до финала дошли всего лишь пятеро сильнейших. Участникам президент пожелал удачи. Сотню самых-самых выберут уже в начале февраля. Победитель получит миллион рублей, который сможет потратить на свое образование. Рустам Миниханов отметил, что лучшие должны остаться в республике. Нормативные акты, принятые на муниципальном уровне, зачастую противоречат федеральным законам, что оставляет лазейки для потенциальных коррупционеров. Пока эти попытки пресекает прокуратура. Усилить мониторинг и экспертизу законов сегодня такую задачу от Фарида Мухамедшина получили специалисты Минюста. В ведомстве сегодня подвели итоги работы за прошлый год. Как юристы переходят в онлайн и на чем планируют сэкономить? Салават Мухаммадуллин. Льготы, имущественные вопросы, ущерб при ДТП. Нюансы права жители узнают у действующих юристов. Такую бесплатную консультацию только в прошлом году получили больше 2,5 тысяч татарстанцев. Встречи с асами права проходили в городах, в селах и даже онлайн. В 2017 году руководством министерства проведены выездные приемы граждан в 12 районах. В режиме видеоконференц-связи проведены 4 приема граждан в 9 районах. Вместе с тем необходимо повысить качество консультаций и качество работы, отметил сегодня Фарид Мухаммедшин. Лучше, если бы это не прокуратура выявляла. Недоработки в муниципально-нормативных правовых актах, как правило, уже всплывают в прокуратуре. И исправлять их приходится принудительно. После его принятия появляется или двусмысленность этого закона, какая-то лазейка для нарушения и создает коррупционный фактор, которым нечестные, непорядочные люди начинают пользоваться. Задача для ведомства усилить мониторинговую работу. В 2018 планируется перевести регистрацию документов в электронный ветвь. В век информационных технологий в ведомстве встал вопрос о расходах на почтовые услуги. Только в прошлом году на них было затрачено 65 миллионов рублей. В помощь здесь приходят гаджеты. Уже сейчас информацию о ходе судебного процесса можно получать посредством электронной почты или смс-сообщений. Сэкономленные средства могут помочь системе мировых судей. Их штаты расширили, но и этого недостаточно. Хочу попросить вернуться к вопросу о возможности проведения работы по созданию резервных судебных участков на территориях, показывающих тенденцию к росту численности населения в их границах. Это территория проекта Адмиралтейская Слобода, Наукоград и Иннополис. Работу над ошибками провести, новые задачи решать. Такие вызовы сегодня приняли юристы. Слава Тухмадуллина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Помощь без корысти в Нижнекамске вручили 1 миллион рублей за помощь в поимке Даниила Катенева. Найти предполагаемого подозреваемого в жестоком убийстве лыжницы в следствии помогли сотрудники компании «Техноколор», где он и работал. Именно эта информация, точнее записи с камер видеонаблюдения, помогли выйти на след предполагаемого убийцы. За ценную информацию была обещана награда 1 миллион рублей. На церемонии вручения этих средств сотрудники компании передали деньги семье погибшей. Через терни к льготам за весь прошедший год кредиты по низкой ставке получили всего 39 казанских предпринимателей. Они отмечают, что льготный кредит скорее на бумаге, чем на практике. А за два года работы программы «Арендные каникулы» договоры на льготную аренду заключили лишь 63 бизнесмена. Почему на поддержку малого и среднего бизнеса предприниматели зачастую не могут опереться? Об этом мы расскажем в новостях в 21.30. До окончания сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты остаются сутки. Уже 31 января претенденты на высший государственный пост должны сдать подписи в ЦИК. Кто сегодня выполнил требования Центра избиркома и какая работа ведется в татарстанских штабах кандидатов, проинформирует Салават Мухаммадуллин. 315 тысяч подписей в 28 коробках. Владимир Путин стал первым претендентом, сторонники которого сдали подписи в поддержку в Центре избирком. В течение 10 дней ЦИК должен проверить и вынести решение о его регистрации. Избирательный штаб Владимира Путина в Республике Татарстан работает в штатном режиме. После того, как были собраны подписи, они направлены в Москву на выборочную проверку. После проведения проверки Центральная избирательная комиссия Российской Федерации примет решение о регистрации кандидата. В избирательном штабе Владимира Путина в Казани, как нам сообщили, здесь сейчас ведется прием граждан и подготовка к конкурсному отбору волонтеров. Он стартует 2 февраля. В штабе Павла Грудинина, как нам сообщил его представитель Динара Халимдарова, принимает новую партию агитационных материалов и готовится к обмену опытом со своими коллегами из Башкортостана. Кандидат от КПРФ проведет встречу с партийным активом в Уфе 31 января. В татарстанском штабе Владимира Жириновского ведут работу с будущими наблюдателями. 300 человек прошли отбор и сейчас проходят обучение, в том числе и в режиме онлайн. Слава от Махмадулина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань. Путь к вниманию татарстанцев все больше лежит через интернет и работникам средств массовой информации нужно лучше работать в мировой паутине. Такие выводы сегодня сделали и задачу поставили на коллегии республиканского агентства Татмедиа. Готовы ли в Татарстане к отключению аналогового телевидения и могут ли разоблачить анонимные криптоканалы и мессенджеры Дмитрий Аринин? Сегодня социальные сети это уже независимый какой-то инструмент, который сам диктует какие-то правила игры. Руководитель интернет-издания Данила Сафаров в медийной работе видит особенно много изменений. Главное, люди все больше информационной пищи стали черпать из социальных сетей. Каждая социальная сеть имеет свою стилистику и входить в нее тоже нужно именно с учетом этой стилистики. Как отмечают федеральные медиа-руководители, такое положение дел – одна из век цифровой революции. Сейчас получается, что и газета, и экран телевизора, и книга в первую очередь конкурируют с чем? Конкурируют с маленьким девайсом, который находится в кармане у подавляющего большинства людей. И там отдельная целая планета. В русле всех глобальных изменений в Татарстане за последние пять лет на 30% сократилась подписка на печатные издания. Так общий тираж составил чуть более миллиона экземпляров. При этом за 4 миллиона переварило число пользователей интернета, и как следствие стало больше посетителей сайтов и социальных сетей. Есть и другая тенденция. Растут просмотры электронных версий газет и журналов. Развитие технологий, цифровые медиа диктуют условия внедрения новых профессий за последние три года. В штатах списания редакций введены такие новые должности, как СМС, СММ-менеджер, копирайтер, бренд-менеджер. При этом очевидно, что будущее не за профессиями, а за навыками и компетенциями специалистов. В своем послании Государственному совету Республики Татарстан, президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов, подчеркнул, что в работе средств массовой информации главное должно быть качество контента, способы и оперативность его распространения среди целевой аудитории и обратной связи с населением. Неизменной остается задача ответственности и достоверности информации. Все мы сегодня являемся свидетелями формирования новой медиакультуры, в кавычках, в которой опция анонимности криптоканалов в мессенджерах, сообщений, стирает грани ответственности перед обществом, факты подменяются домыслами. Я хочу отметить особо одиозные, разжигающие обстановку нетерменности в обществе криптоканалов, которые попадают под пристальное внимание правоохранительных органов, которые уже сегодня, как нас и формируют, обладают возможностями определения их авторов. У телеканалов главные на повестке дня завершение в этом году аналоговое вещание и переход на цифровое. Сейчас свыше 98% населения Татарстана охвачены вещанием первого мультиплекса и свыше 80% второго. Уже на этой неделе в Татарстане начнет работать республиканский детский телеканал ШАИН-ТВ, программа которого пока будет транслироваться на ТНВ. Осталось дело за малым. Взять и запустить. Шатый ночь обещает к 1 февраля уже первые дать результаты. Журналистов, кто особенно хорошо потрудился в минувшем году, отметили госнаградами. Поощрение получили и наши коллеги. Заместитель генерального директора Ильша Цифюль удостоился грамоты федерального агентства. А главный редактор музыкальных и литературных программ Зульфия Садульна стала заслуженным работником средств массовой информации. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В Тугре, которую подарили Владимиру Путину в Татарстане, изображена головоломка. Это традиционный прием для подобного каллиграфического произведения. Создание Тугры имеет давнюю традицию. В свое время это был подарок для руководителей исламских империй. Сегодня мои коллеги встретились с автором Тугры для Владимира Путина. Что же изображено на ней, об этом далее. Здесь Владимир, Владимир Ильич Путин. Читать снизу вверх. Здесь вышито имя президента России. Затем оно повторяется на круговом рисунке шесть раз. Работа более чем кропотливая, рассказывает Рамиль Хазрат Насайбуллов. Он автор Тугры для Владимира Путина. Нужно составлять таким образом, не портя форм букв, не выходя за ее каноны, составить таким образом, чтобы одна часть входила в другую, не оставляя пространства. На создание Тугры Владимира Путина ушел месяц. Эскизы автор переделывал и корректировал 200 раз. Рамиль Насайбуллов автор 40 каллиграфических произведений, которые стали подарком для глав государств. В 2008 году иметь ведеву, потом делали первым президентом Республики Татарстан, потом и ныне работающим президентом Республики Татарстан. Рамиль Насайбуллов, преподаватель каллиграфии в Российско-Исламском университете. Единственный в стране пишет Тугру по классическим канонам. Этому он и учит студентов. Сейчас же в его жизни лекции парой к новому проекту пока не приступил. Альбина Слагараев, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец». Легендарному трактору «Вторую жизнь». Не пропустите распродажа в Азина Авто. В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». Азина Авто. Минская 1. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань-Орксинтез. 60 лет лидерства. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Лыжным забегом в «Богатых собах» официально открылся соревновательный сезон 2018 года. Мультиспортивной серии «Тим Армэ». В гонках приняли участие около 500 спортсменов из 9 районов Татарстана и 5 регионов России. День начался с детского забега, на старт которого вышли 50 юных спортсменов. Затем прошел самый массовый забег на 5 километров. В итоге самым быстрым оказался житель Сабинского района Рамиль Шакиров. Среди женщин лучше признали Алию Диарова и Зарска. Также на трассу вышли министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов, первый заместитель мэра Казани Дамир Фаттахов, мэр Альметьевска Айрат Хайрулин и руководитель администрации Зеленодольского района Александр Тыгин. Теперь турнир перешел в набережные Челны, которые примут следующие лыжные гонки 18 февраля. «Вот эти пять видов мы объединили в один, так скажем, под одно название. И считаем, что оно очень симпатично смотрится. Оно понятно как местному населению, оно понятно так и международной общественности. И вот сегодня среди нас еще и ребята, которые в Олимпийских играх участвовали». Попали под горячую руку. Ватерпольный клуб «Астана» испытал на себе все сложности озлобленного синтеза. Казанцы после Кубковой неудачи буквально разгромили соперника из Казахстана. По итогам двух матчей наша команда забросила 34 мяча в ворота Астаны. Посмотреть на так называемые изменения блонденца пришли и спортивные чиновники мирового масштаба. Президент Фина Хулио Маглионе и его заместитель Корнель Маркулеску. Они, конечно, видели не такое, но эта игра прошла практически в одни ворота. Первая игра завершилась со счетом 24, во втором цифры были немного скромнее – 14-3. Сейчас к синтезу предстоит серьезный экзамен уже в северной столице. Команда Санкт-Петербурга смотрела игру в Казани и настроится на наш поединок по-особенному. В любом случае с уважением относится к любому сопернику. Не было никакой недооценки сегодня. Все сыграли в свою силу. Мы крайне сказали, конечно, мы не очень довольны результатом Кубковым. Так что сегодня, конечно, нам надо было реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками. Казанский «Уникс» на своей площадке переиграл пермскую «Парму» в матче розыгрыша регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Уже в первом игровом отрезке казанцам удалось оторваться от соперника на 13 очков, тем самым уже заложив фундамент итогового успеха. В дальнейшем «Униксу» хоть и не удалось серьезно нарастить преимущество, но и отыграть отставание у пермяков не получилось. Итоговый счет встречи 84-70. Самым результативным игроком встречи стал Джамар Смит, набравший 17 очков и отдавший 6 результативных передач. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ – компания «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Предстоящие сутки морозы в республике будут незначительными. Местами ожидаются осадки. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики будет облачно без осадков и до 11 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана – пасмурно и тоже до 11 градусов ниже нуля. На севере республики ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха там составит минус 10 градусов. На северо-западе ожидается снег и до 11 градусов мороза. На юго-западе республики облачно. Пройдет снег. Температура воздуха составит минус 8 градусов. В центре Татарстана местами пройдет снег. Температура воздуха там составит до 11 градусов ниже нуля. В последующие сутки ночные и дневные температуры сравняются. Местами ожидаются осадки. В Казани ожидается снег около 10 градусов мороза. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.